Привет, сейчас я одновременно покажу вам свое фирменное блюдо. Я его уже изготовил, тут все ингредиенты. И еще нарисую пейзаж из... просто пейзаж такой фантастический, как бы. Да, 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 говори, говори, случайно что ли набрала? Не слышно нифига. Лучше отключу вообще. Так, начинаем. Сейчас будет обзор на моё интересное блюдо, которое я придумал делать. Так, нужно скорее делать, пока здесь не провалилось дно. Это кофе натуральный, жжёный, просроченный, моя мама. Проверим заодно, где. То есть, тут три в одном. Первое. Это обзор на еду мою приготовленную. Второе. Ну, я для братишки приготовил еду тут. Второе. То есть, сочетание нескольких сразу блогеров. Потом второе. Проверим, как действует на человека просроченное кофе. Ну, натуральное. Ну, с которым заварен натуральный. Не в... не в этой штуке, а в обычных кастрюль. И третье. Пейзаж порисуем. И четвёртое. Я буду рассказывать удивительные истории. Сразу четыре в одном. А ещё, если бы... Если бы была девушка здесь, то было бы пять в одном. Сразу. Я бы пил кофе, попивал. Обзор еды. Рисовал. Так. Раз, два, три. Говорил им удивительные истории. И с девушкой бы ещё занимался. Только для... Ну, флокситин, в принципе, не мешает. Он может помешать, кстати. Ну, если тебе не нравится девушка, он может помешать. А если нормально, то... Короче, не важно. У меня нет девушки. Я одинок. Всё. Давай. Начинаем делать обзор. Так. Приблизим чуток. Ну, так хвастит, я думаю. Ну, так хвастит, я думаю. Нормально. Вот это блюдо, это... Творожок. Не будем шутить по этому поводу уже. Шутка повторённая. Дважды становится только более смешной, да. В общем, я здесь смешал курагу. Курагу. В размоченной воде. Изюм. Жаль, что он не чёрный изюм. И... Орешки... Арахис обычный. Даже не очищенные от шелухи. Ну, от этой мелкой, тонкой шелухи. И сахар добавил. Сейчас размешаю. И получается вкуснее, если... Если вы покупаете её... Хотя какой... Какой в кризис? Йогурты россиянные. Покупаем. Как же продаются йогурты, где заранее начинка, там, семечки всякие, орешки. И вот... Вот это вот... Не так вкусно. Ну, не вкусно по сравнению с тем, что если просто купить обычный йогурт без... Без дополнительного отдела с орешками или с начинкой. Я добавил туда самому орешки. Семечки. То будет гораздо вкуснее. Вот что я скажу. Итак, сейчас я буду обозревать. Это моё блюдо. Видно тут? Да, видно. Кофе и... С Жаком Фреско общаться. Тут Жак Фреско, короче. Он занимается любовью на моей кровати, там... Ну, короче, с моей мамой занимается любовью Жак Фреско, блин. Жак Фреско, как тебе не стыдно, а? Про бананы там шутит. Не стыдно ему? Мерзко вообще, Жак Фреско. Что ты творишь? А Гарик ещё здесь сидит на курточках, смотрит. Блистающими глазами. Смотрит. Я не смотрю, я занимаюсь рисованием. Жак Фреско, расскажи мне что-нибудь там. Короче, сейчас Жак Фреско вам отчинят. Давай, рассказывай, раз ты занимаешься с моей мамой. Жак Фреско, давай, рассказывай что-нибудь. Гарик Куколт, расскажи что-нибудь. Блин, что там походу хреново от этого кофе. Жак Фреско, скажи, как ты относишься к кофе? Короче, он начинает задвигать про климат. Ну хорошо, про климат. Как ты относишься к тому, что к нам завозят, куда злосуточно, ядерные отходы? Ядерные отходы сюда везут, Жак Фреско, можешь отвлечься. Фейсситингом занимается Жак Фреско. Моя мама сидит, короче, не важно, не будем подробностей. Разные там позы. Короче, Жак Фреско, скажи, как ты относишься там? Там еще моя бабушка пришла. Как ты относишься к этому, к ядерным отходам с Францией, которые к нам везут? Давай, рассказывай. Это очень ужасно. Это крайне печальная ситуация. Почему именно в Россию везут? Почему именно в Россию везут отходы? Потому что Ротшильды так решили. Рокфеллер, Ротшильд, да? Да. То есть, а Путин, он как бы, ой, нельзя, нельзя, нельзя. Я не произносил это слово. Нет, нет, нет. Отмотаем назад немножко. Нельзя говорить. Почему? У вас нельзя говорить имя президента? Нет, нельзя, нельзя, не говори, не говори. Прошу тебя, не упоминай, проблемы могут быть. А, понятно, говорит Жак Фреск. Ничего нельзя говорить. Но я тебе так скажу по секрету, его не существует. Существует чеширский кот. Знаешь, что такое чеширский кот? Это символ того, что он растворяется, остаются только зубы. И все. А самого его нет, остается только от него просто отражение. Сейчас попробуем мое блюдо. Обычный творог, это не так вкусно. Блин, я не могу. Это кофе через силу пью. Экстрим. Это вкусно. короче блин как думаешь жах-фреско изобретут что-нибудь чтобы нет не изобретут оптимистично расскажи что-нибудь жах-фреско братишка расскажи я отрисую здесь островок из готики он больше похож на какую-то дверь в The Elder Scrolls 3 Morrowind почему бы мне оттуда не рисовать пейзажи потому что сложно вообще из игры сложно даются пейзажи на самом деле мне лично жах-фреско давай поговорим я не могу мне нужно с кем-то поговорить скажи я интроверт и разговариваю с Жаком Фреско который занимается с моей мамой на кровати почему у меня было цветное семя жах-фреско скажи скажи пить или не пить это в мерзкой кофе отвратительного просроченная давай я нарисую поля давай я нарисую Энтуан Экзюпери планетку Энтуан Экзюпери планеты Энтуана Экзюпери Энтуан знаешь это Жириновский там он с Антуанами в баньке тусуется как думаешь что думаешь об этом ооо они по-особому чувствуют да Жириновский по-особому чувствует да но он как бы уже 25 лет или сколько его уже правит точнее там клоунствует что ты думаешь насчет этого я об этом не думаю ну и правильно не думаю что это важная тема для обсуждения давай расскажи как перейти из денежной системы в нашу как вообще разрисовать как вот вот смотри у меня есть образцы этих плиток классные образцы ну кусочки я даже палец его поранил но я не заметил даже как это поранил сейчас вагонетку нарисую блин неправильно нарисовал заполненную минералами или каким нибудь углем интересно видно эту вагонетку здесь в общем это что я хотел сказать ну блин забыл непонятно да что это вагонетка что колеса блин ладно вторую попытку сделаю вагонетку нарисую сейчас пустую хотя бы хотя бы пустую нарисовать смогу тогда думаешь жак пустую вагонетку я же работал строителем здесь бетономешалки как в песне твой твоя жак резко скажи чё нибудь что я хотел спасить то я забыл что сбился я а вот у меня есть образцы как сделать чтобы какой нибудь человек решил разбогатеть благодаря мне как ему донести что если он сделает построить построить дом или по хотя бы имеющийся дом или имеющиеся дома зашпаклюют стены все данным по моему образцу сментом или чем там данной шероховатостью как по образцу образец идеально подходящий для рисования мелками вот этими на нем то я разрезать и даст мне разрисовать это все по наитию пейзажами просто я буду рисовать и из этого получится город чудом света то есть то есть будут съезжаться туристы если это магазин туда будет больше людей приходить гораздо больше чем обычно будут съезжаться туристы со всего света посмотреть на такое потому что я разрисую все мелками пейзажами красивыми как найти такого как объяснить потому что им ничего не нужно они живут на нефти у нас крайне бедные люди крайне богатые есть богатые им не надо ничего они как как сделать так а дом построить я сам то не смогу я бы хотел хотя бы один дом так разрисовать так зашпаклевать разрисовать фреска расскажи что делать во первых нужно найти способ как объяснить этим людям ну понимаешь как бы воспитание здесь такое что родители не разговаривают со своими детьми и соответственно вырастая взрослые люди тоже не разговаривают друг с другом они дерутся объясняют конфликтуют там что-то такое вытворяют они не не здесь к новым идеям не открыты совсем понимаешь да понимаю надо попробовать что-нибудь надо просто сварить а ты не сваришь здесь все закрыть для границы все записывать жак фреско занимается с моей с моей женой ах ты негодник короче это шаг фреско давай рассказывай что нибудь раз ты занимаешься там хоть расскажи что интересного давай рассказывай истории удивительные а пока я рисую или хотя бы смотри как я рисую блин давай смотри отжимайся давай что делать мне у меня я могу сделать человека богатым который владеет городом таким потому что город станет меткой для туристов такого еще нету города как донести ну в россии никому ничего не надо вообще здесь испокон веков как бы все новаторство уничтожалось только петр первый как думаешь петр первый прав был что рубил бороды боярам ввел это он вообще хорош как думаешь петр первый нет гад был я бы ему на лицо сел петру первому фейситинг на лицо петру первому когда он вылазил бы из европы из окна этого вообще-то я бы с ним поговорил с петром первым говорит Джек Фреско чтобы он отменил крепостное право правильно да я бы тоже хотел чтобы он отменил крепостное право но он не хотел отменять крепостное право я бы ему попытался объяснить что что это будет если он не отменит почему в советских фильмах Петра Первого возвеличивали помню фильм он заходит здорово здорово мужики здорово 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 блин и Ивана Грозного нового возвеличивали почему комедии то короче это что делать может сотни и сотни поставить цель тысячу видеороликов записать